Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика Ее Ильичество Кухни. Разных вареньев варили, варили, не переварили, теперь в результате перешли уже в категорию вареньевого сорта. Сегодня будет одна из самых вкусных команд, возможных для варки варенья, это клубника и вишня. Как варится это варенье я вам сейчас быстренько расскажу. У меня было взято 2 килограмма клубники, 2 килограмма вишни, из вишины удалены косточки, все фрукты на готове, нам теперь надо заварить сахарный сироп. Из расчета на килограмм фруктов доливается 1,5 стакана воды, у нас соответственно 4 килограмма совокупности фруктов, поэтому мы добавляем, как вы прекрасно понимаете, 6 стаканов воды. Ну я сейчас этим и займусь. Раз, два. На втором стакане мы с вами попрощаемся, поскольку это скучно будет, если я все 6 стаканов буду. Вода была налита, помимо воды я сейчас сюда добавляю сахар. На все это количество жидкости вам и фруктов вам потребуется 3 килограмма сахара. Все теперь традиционным способом. Вода с сахаром перемешивается, отправляется на рассекатель, пока на очень мощный огонь, для того, чтобы ускорить прогревание сахара и заваривание его в сиропы. Перед тем, как отправлять, тщательно поднимите сахар со дна и по возможности вмешайтесь с водой, для того, чтобы процесс растаивания ускорился и сахар не мог пригореть. Все, рассекатель у нас уже стоит. Все, переходим к печь. Сироп уже готовится к кипению, сахар разошелся. Самое время забрасывать сюда клубнику. Любую ягоду в такое количество сиропа лучше забрасывать порциями. Ну и, конечно, руки беречь и лицо, потому что капли очень радикально могут повредить. Вот сейчас мы пересыпем сюда клубнику. Когда восстановится кипение, а оно сейчас потеряется, потому что ягода холодная, будем варить клубнику около 10 минут. Чем меньше клубника, тем меньше вы ее варите. Мелкую клубнику варить надо в минут 8, среднего размера 10 минут, как у меня. Если вы варите очень крупную клубнику, ее надо варить до 15 минут при очень медленном кипении. Прогревание клубники шло при едва заметном кипении. Сигналом к тому, что процесс уже прошел, является то, что она изменила свой цвет на более бледный. Теперь тот же прием, который мы применяли при варке других варенья. При помощи мягкой шумовки вынимаем на блюдо наши ягоды, все до единой, для того, чтобы они не переварились и не изменили свою форму. Это еще не значит, что клубника сварена, она прошла только полпути, но оставлять ее в варенье нецелесообразно. Берем, делаем все это осторожно и аккуратно. Сейчас я извлекаю все до единой ягодки. У меня остается внутри прекрасный сироп, окрашенный клубникой. Сейчас у нас будет запрошена сюда вишня. Это ее очередь прогреваться с момента закипания вместе с вишней. Вишня была подготовлена, предварительно из нее выбиты косточки. Вишня пока лежала и ждала своего часа, опустила сок. Все это жизненно важно и жизненно нужно. Очень осторожно опустим пониже нашу мисочку. Сначала сливаем сок, потом при помощи шумовки отправляем в сироп наши ягоды. Процессы повторяются, теперь уже для вишни. Кипение всяческое прекратилось в тазике. Подождем, когда сироп закипит и уже при медленном кипении вместе с вишней будем варить ее тоже в течение 10 минут. Клубника в это время будет лежать на блюде и остывать. Итак, засекаем время не в момент, когда забросили вишню, а когда вы увидите, что она закипела. При незначительном кипении вишня проварилась 10 минут. Пора продлевать наши действия. Досыпаем сюда чайную ложку без горки лимонной кислоты. Аккуратненько вмешаем ее осторожно, учитывая, что вишня у нас сейчас раскаленная, быстро очень ломается. Здесь надо проявлять осторожность. И теперь возвращаем сюда нашу клубнику. С момента возвращения клубники, после того, как кипение восстановится, мы будем варить наше варенье совместно уже в течение 10 минут. После этого можно будет варенье фасовать. Ну, в общем, так. Итак, варенье сварено. Периодически не забывайте, когда будете варить варенье, вот так его осторожно притапливать. Только весьма осторожно, потому что клубника норовит ломаться, а нам этого не нужно допускать. Все, отключаем. Теперь насчет пенки. Пенку никогда не удаляю. Во-первых, пока вы будете удалять пенку, вы полностью уничтожите ягоды. Из таких совместных вареньей очень сложно убирать пенку. И потом я всегда на нее смотрю, как на то, что это просто сахар и фрукты. Поэтому в данном случае пенка у меня сохраняется. Она не такая грандиозная, чтобы устраивать из этого какие-то обсуждения. Стараемся в банку наливать и фрукты, и сироп. Сиропа, естественно, больше. Сироп находится на дне. Поэтому не допускайте в перефасовке то, что у вас, допустим, все ягоды вы соберете в одну банку, а потом у вас будет голый сироп. Немножечко отодвигаем ягоды и зачерпываем оттуда то, что находится внизу. Вот такое у нас красивое получилось варенье. И я надеюсь, что для разнообразия вашего зимнего стола можно приготовить и такой вариант. Это было клубнично-вишневое варенье. Как его сварить я вам показала. Все ухищрения были нацелены на то, чтобы ягоды оставались цельными. Поэтому клубника подваривалась дополнительно. Ну, я, в принципе, вам все показала. Не забывайте, что коллекция рецептов вас ждет на Нефертити Клик. Ссылку я оставлю. И что описание этого рецепта будет под видео. С вами была Елена.